В районе обрушения сопки под Хабаровском спутник обнаружил аномалию. В районе обрушения сопки под Хабаровском спутник обнаружил аномалию 1159 МЧС России по Хабаровскому краю место обрушения сопки в Хабаровском крае. МЧС России по Хабаровскому краю Хабаровск, 25 Декрия новости. Специалисты Дальневосточного центра Ницпланета выявили термическую аномалию в районе разрушенной сопки в Хабаровском крае, где мог упасть метеорит, сообщается на сайте научно-исследовательского центра. Ученые проанализировали данные аппарата Sentinel-2A, спутник дистанционного зондирования Земли, за 9 и 12 декабря. Они выявили значительные ландшафтные изменения, произошедшие в это время рядом с руслом реки Бурея, выше водохранилища. На снимке за 12 декабря отсутствует верхняя часть сопки, в то время как 9 декабря у тени от нее был абсолютно другой контур. Дополнительный анализ 10-минутных изображений Каттенуари-8 позволил выявить в этом районе термическую аномалию, возникшую 12 декабря в 9.50 по местному времени, говорится в сообщении. Как отметил представитель Дальневосточного геологического института Дворан, термическая аномалия может иметь много причин, и она не свидетельствует о том, что в районе упал метеорит. По его словам, вероятно, в районе слабые горные породы, которые могли обрушиться из-за сейсмического колебания. Метеорита не было в региональном главке МЧС. Сообщили, что ученые осмотрели сопку и пришли к выводу, что она обрушилась из-за оползня, сообщил РИА Новости представитель регионального главка МЧС. «Явление в нашем регионе редкое, но не уникальное. Метеорита не было», — сказал представитель ведомства. В свою очередь, руководитель сейсмостанции Южно-Сахалинск Елена Семенова заявила, что исследователи не зафиксировали колебаний в этом районе. «Эта вообще спокойная в сейсмическом отношении территория не так уж изобилует ни сильными, ни слабыми сейсмой событиями, поэтому ни одно из них не прошло бы мимо», — сказала она. По ее словам, причиной схода части сопки мог стать экзогенный процесс — сель, эрозия. Кроме того, факт термической аномалии вписывается в эту теорию, так как температура внутри сходившей породы могла подняться из-за ее разжижения, заключила она. 4,59 сфотографировать место обрушения сопки в Хабаровском крае не удалось только оползень, как считает доцент кафедры теоретической физики Челябинского университета Сергей Замоздро, оценивавший параметры Челябинского метеорита, вызвать разрушение в Хабаровском крае мог только оползень. Причины следующие — незаметное землетрясение, замерзание воды в расщелинах, ползучесть или медленные деформации грунта между камнями, — сказал РИА Новости Замоздро. Обрушение сопки в реку Бурея ранее сообщалось, что часть сопки обрушилась в реку Бурея и частично перекрыла ее русло. На место происшествия прибыли спасатели, специалисты Бурейской ГЭС и администрация поселка Чекунда. Одна из рассматриваемых версий падения метеорита В свою очередь, Институт астрономии РАН считает, что обрушение вызвало оползень. Вчера, 19.31 ученые прокомментировали возможность падения в Хабаровском крае метеорита.